МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Между тем, вчера у вице-мэра Уфы Александра Филиппова по расследованию этого же уголовного дела также прошли обыски. Оперативники МВД и Следственного комитета прибыли в коттедж Филиппова в микрорайоне Кузнецовский-Затон. Об этом сообщает ПРУФРУ, ссылаясь на собственный источник, который заявил, что правоохранители приезжали домой к Филиппову еще 3 апреля вечером. Но так как в доме находился только несовершеннолетний ребенок и, по словам источника, процессуально в ночное время обыски не проводятся, правоохранители не пустили. Пресс-службы Следственного комитета от комментарий отказались, сославшись на то, что им ничего об этом неизвестно, пишет ПРУФРУ. Как передает портал, заместитель главы администрации Уфы подтвердил факт действий правоохранительных органов, но считает их незаконными и собирается обжаловать. Спортсмены республики согласовали митинг с Уфимской мэрией, передает медиакурсеть. Напомню, 10 спортивных федераций Башкирии выступили с инициативой провести акцию протеста с целью привлечь внимание республиканских властей к проблемам детского и массового спорта. Спортсмены выступают за перераспределение и финансирование профессиональных клубов из государственного бюджета в пользу массового. Митинг пройдет на площади перед Уфимским дворцом спорта 8 апреля. В заявке указано, что в акции примут участие от 150 человек. Роскомнадзор республики выявил нарушение закона о СМИ в работе телеканала MTV Mix, пишет Уфа-1. По данным портала, 28 февраля текущего года на канале демонстрировали фильм Кирилла Серебренникова «Юрьев день», который содержит нецензурную брань. В связи с этим учредителю и редакции телеканала было вынесено письменное предупреждение. При повторном нарушении деятельность СМИ может быть прекращена, отметили в ведомстве. Депутаты Горсовета Уфы отказались рассматривать вопрос об отставке главы администрации Ирика Елалова, пишет Идаль Реалия. Напомню, в начале февраля текущего года региональное отделение движения «Открытая Россия» направило всем депутатам именные письма, в которых подняло вопрос о компетентности действующего главы. Общественники попросили депутатов принять меры к привлечению Елалова к дисциплинарной и административной ответственности вплоть до увольнения. Как пишет портал, на обращение ответили 19 из 36 депутатов. При этом, по оценке активистов «Открытой России», ни один из них не выразил готовность серьезно рассмотреть вопрос об ответственности сети-менеджера за состояние дел в городе. И о погоде. Сейчас столица минус один, облачная температура воздуха днем плюс два, вечером ноль градусов. Милюша Алатыпова, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова